Маленькая девочка Фрэнбоу Даггенхарт от природы очень любопытная. Столкнулась с ударом судьбы с разворота в припрыжку, в ходе чего родители... Есть лучший друг, зовут мистер полночь. Есть я, меня не зовут, я прихожу сам. Есть тетя Грейс, но знаете, таких родственников, ну его нахуй. Про такую родню говорят в семье не без урода. В общем, у нее много чего есть там. Приключения, друг скелет, аскорбинки. И так-то да, игра не нова, ей там сколько? Лет 7 уже. Но это классика, знаете, это как Каролина в стране кошмаров. Что-то невероятно балдежное, родное и так глубоко засевшее в душу, что аж плакать хочется. Одна из немногих игр, которые я перепрохожу раз в год так точно. А так в ней 18 ачивок есть. И... Я не могу оставить это без внимания. Все достижения Фрэнбоу. И снова сталкиваемся с бедой, что чтобы получить ачивки, игру надо купить. А сейчас же еще и летняя распродажа, и пропустить ее с пустой библиотекой преступно не круто. Кто это там? А это сервис Донатов.нет с простейшим пополнением Стима на нужное тебе количество рублей. Деньги будут у тебя на аккаунте примерно мгновенно. Донатов.нет позаботились о людях с турецкими аккаунтами, ведь у них есть карты пополнения для всех популярных регионов по самой вкусной цене. Сервисы на каждый вкус и цвет и пополнение местных денег в твоих любимых играх прямо по твоему айди. Инструкция скажет тебе что и как делать, а поддержка не бросит в беде в трудную минуту. Проходи регистрацию по моей ссылке в описании и забирай скидочный купон друже. Глава первая. Чистый разум. Мы в больнице для детей с веселой головой, и тут мы не одни. Гуляют наши коллеги, вредная старая тетка, сука ненавидую. И охранник, у которого в паспорте написано гнида. Такой охранник среди детей это вообще не лучшая идея. Вежливые слова он слышал только однажды, когда-то давно и то по телевизору, и по-хорошему он не понимает. Ну ничего, мы-то добрые человечи. Из крючка за навески, палки меча этого дурачка и пояса от халата делаем хвататель 3000. Пытаемся забрать ключ и терпим поражение от усатого дебила. Говорим с волшебной подружкой, которая дает нам таблетку снотворного. Забираем булочку, объединяем и получаем супер булочку. Говорим с терпилой вариантами А, Б, Б. Он ее жирает, им смотрим на сонную принцессу. Вот я смотрю на него, и так и хочется уебать арматурой. Второе достижение в первой главе, это я смогла выбраться. Объясняю. В конце каждой главы есть мини-игры по типу лабиринта, лягушки, побега и тому подобное. Чтобы получить достижение, надо пройти эти мини-игры самому без использования пропуска. Глава вторая. Признаки любопытства. Тут есть сюжетная ачивка найти мистера полночь, так что про нее говорить мы не будем. Огромное слюновыделение пробралось в нашу голову при виде тортика и кексика в одну из комнат этих двух... Или одной... Домы... Френ у нас стесняшка и лишнего брать не будет, но при этом ее легко и просто уговорить на какое-либо действие. Тыкаем по три раза на тортик и кексики, кушаем и говорим, что это было потрясающе вкусно. Пока мы обтыкиваем дом и забираем все, что плохо лежит, мы попадаем на чердак, где есть наш котик и коляска, в которой лежит вот оно. С ним ничего делать не надо, но и забывать про него тоже не стоит. При использовании аскорбинок в этом доме мы познаем гравитацию и влагу в огромном, сука, колодце, в котором надо забрать бутылку. Ты до яда, мы с тобой всегда использовали для этого нож, но в этот раз мы будем хитрее. Используем спички и говорим... Я сожгу тебя. Проводим обряд по бесоебству этой парочке, огонь делает вжух, мы делаем... Ай, блин, а как страшно. Девчонки больше никогда ничего не скажут, но это и к лучшему. Топаем к неожиданно открытому чердаку, заглядываем в коляску, а там... Привет, куколка. Во втором эпизоде это все. Прыгаем лягуха по листьям и деревяшкам, чтобы потом все равно, сука, выплать из воды. И очень смело, но к сожалению, недолго топаем по деревянному мосту в третий эпизод путем гравитации. Эх, вот такая вот она сволочуга, эти ваши гравитации. И козлы. Да-да. Эпизод третий. Состояние дерева. Тут тоже, кстати, есть сюжетная ачивка Доктор Любовь. В пушто этой мудрой деревяшке нужна шапочка, а местный Дуэйн Скала просто так тебе ее не отдаст из-за неразделенной любви и, конечно же, модного прикида. А шапочка нам нужна быстрее, чем улитка, собственно, почти все в этом мире и в других реальностях тоже. Ну, конечно, кроме скорости моей публикации видео. В ходе сюжета надо будет поднять чуток монет путем обмана местных тараканов, а именно вот этой пенсии, у которых денег больше, чем у Безоса. Кстати, смотрите прикол. Вот Безос, а вот Сосос. Да, я молодец. Уничтожаем улитку в местные крестики-нолики, чтобы собрать пять монет. Да, для сюжета надо четыре, но для ачивки надо пять. И топаем дальше прямо по сюжету. Про горный прикол я тебе уже рассказал. Дальше надо башмачки. И вы только послушайте эту музыку, она заставляет тебя плясать прямо на стуле и биться с сердца чаще. По всем хитрым переплетениям сюжета мы воруем билет у поглотителя медовухи, нас шлют нахуй, мы крафтим свой личный билет и проходим на концерт. Но ты чувствуешь вот это вот леденящее душу чувство? Это называется совесть. У меня ее нет, я ютубер, в телеге анонсы стримов и вообще круто. А ссылка на донат в описании. А вот у Френ совесть есть. Возвращаем билет законному владельцу и теперь мы добрый вор. Доходим главу до конца и убегаем от тролля своими ножками без пропуска. Выйдя из двери как Шрек в лучшие годы, когда он был настоящим огром. И после знакомства с существом, которого все зовут и Твард, и первыми мыслями, что тебе от меня надо, выполняем поручение и попадаем на корабль. У него помимо педальной тяги есть автопилот, который не работает, и компьютерная игра, которая работает. Играем в игру, делаем пиу-пиу, материмся на это всратые управления и роняем игру, пуш-то никто не думал, что кто-то когда-то сможет пройти цыпленка. Вспоминаем детство с дедом в деревне, примерная суть аппарата схожа, но ты видишь, что тут чего-то не хватает. А именно ягод, которые решили записать в три буквы. Закидываем ягоды и нашим зеленым карандашиком ставим галочку, ведь теперь все на месте. Скажите, вот чего может бояться трехметровая скелетная дылда зубами, как один палец взрослого человека? Конечно же, кролика. Он так, сука, страшно сидит. Но это был обман, а скрабинки говорят, что кролик реально страшный. Подкармливаем его тремя морковками, просто чтобы он не сожрал нас и терпим сокрушительное падение за черные все прогрызающие сопли и вся той же мать ее гравитации. Находим доктора, вернее он сам приезжает к нашей хате и показывает, что он пиздец какая голова. Дает 11-летней девочке, которую неделю назад увидела, как ее родители нарезают как огурчик для салата, и которая прошла и без того невероятный пиздец в жизни, лопату и говорит. Копай могилу своих родителей и свою заодно. Но-но-но-но-но-но! Перед всем этим и вот этим, как только заходим на кладбище, при помощи магии огня в виде спичек зажигаем свечки на надгробье для достижения мемориал. Глава пятая. Сумасшедший дом. Развиваем извилины путем решения всех головоломок и собирания компонентов для будителя Мабуги и Натора и доходим до финальной комнаты. Финальная комната это вот это вот с этим мегамозгом в стуле. За его восхитительную идею на кладбище бьем его током три раза, будь моей волей, я бы еще раз пятьсот его ебнул. Но! Перед этим закрываем дверь и смотрим на фотку старой истории. На ней старый маразм на коляске, мама, тетя, ученые, подоптные, в общем вся больница. Да проходим игру, за что и получаем достижение. Конец. Вытираем скупую мужскую слезу и шепотом говорим. Встретимся через годик, малютка френа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok